Путин Путин В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жители наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Вот как политологи объясняют то, почему Путин так мало говорил о главном для страны событии последних двух лет, о войне, которую ведет Россия. Есть два фона, на которые очень внимательно смотрит Путин. Это фон социально-экономический, и его послания и все обещания улучшать уровень жизни, они с этим связаны, с тем, чтобы сохранять в россиянах ощущение того, что война не их, что она где-то далеко, и что она никак негативно не сказывается на их жизни. Что ждать от следующего срока Владимира Путина? Россию ждет вовсе не застой, а драматические изменения, уверен Николай Петров. Преклонный возраст лидера страны и элит говорит о том, что трансформация системы неизбежна. Мы видим, что у Путина нет кадрового резерва, и не случайно на должность председателя Верховного Суда он находит свою 70-летнюю однокурсницу. То, что ей 70 лет, это просто индикатор, который показывает, что все поколение соратников Путина, а это люди, которые во многом стоят во главе корпораций и силовых, и хозяйственных корпораций, это люди, которые должны быть заменены, и если Кремль не заменит их в инициативном порядке, то произойдет как с председателем Верховного Суда, и это будет уже делать Господь Бог. То есть это ставит систему перед очень серьезной проблемой. Продолжать вот ту модель, которую использовал Путин, становится невозможно. То есть в эти шесть лет, а может и существенно быстрее, решится вопрос о перспективах режима, о возможности его сохранения и трансформации. И поэтому эти шесть лет — это необыкновенно важное переломное время. На главный вопрос, увидит ли россияне шестую инаугурацию Владимира Путина, когда ему будет уже под 80 лет, политолог отвечает так. Если Путина привезут в кресле на ступеньке в Кремле, я считаю, что не так важно, увидим ли мы шестую инаугурацию Путина, как то важно, увидим ли мы продолжение вот этого самого путинизма с Путиным или без Путина. И я уверен, что нет, мы не увидим. Что через шесть лет, а может и значительно раньше, произойдут очень существенные изменения. Другое дело, что это не обязательно повод для оптимизма. Эти изменения могут привести к ухудшению, к хаосу, дестабилизации, войне всех против всех, а совсем не обязательно к демократизации. После инаугурации 71-летний Владимир Путин по традиции принял парад президентского полка. Тем временем у Кремля стреляли из пушек под музыку Глинки из оперы «Жизнь за царя». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!